Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Вот говорят, село у нас вымирает. Ну, наверное, где-то и вымирает, а где-то наоборот. А что нужно для того, чтобы село не вымирало? Ну, нормальные условия жизни и работы. Вот в селе Олежково все это создали, такие условия, и село не просто перестало вымирать, оно стало расти. Народ перестал уезжать из села. Говорят, где родился, там и пригодился. Жители села Олежково с этим полностью согласны. Зачем уезжать, если здесь есть все? Работа, детский сад, школа, вся инфраструктура. А рядом природа, леса, поля, а воздух-то какой? Есть центральные коммуникации, вода, газ, канализация. Инфраструктура развивается. Есть современный клуб, в котором проходят все большие мероприятия. Большой вклад в развитие села вносит агрофирма «Искра». Помогают в благоустройстве села. Не так давно совместно с администрацией установили новый памятник. Агрофирма тоже развивается и расширяется. Постоянно обновляется парк техники. За 12 лет площади увеличились в несколько раз. Если раньше было 3 тысячи гектаров, то сейчас уже около 10 тысяч гектаров. Мы развили семеноводство на хороший уровень. Сейчас мы делаем то, чего не было. Раньше мы семеноводы по травам, а также новые культуры вводим. Вот у нас сейчас соя, одна из культур, рапс. Колхоз – это 140 рабочих мест. Работников в агрофирме ценят. Для них строятся дома. Заложен фундамент 16-квартирного дома. Для тех, кто захочет поселиться в Олешково, сформированы новые участки – подстроительство. В течение двух лет будут подведены свет и газ. Здесь помнят и заботятся о ветеранах. Поддерживают молодых специалистов. Отправляют учиться и повышать квалификацию. У нас на предприятии действует льготная система по кредитованию наших работников. Выделяем путевки не только в пионерский лагерь, как раньше это было, в детский оздоровительный летний лагерь. Но и мы отправляем своих работников и в домоотдых, и в санатория. Даем нашим работникам по льготным ценам мясо, молоко, мед, зерно, картофель. Ксения Шубина работает агрономом-семеноводом в Искоре уже пять лет. Со своей семьей достраивают и скоро въедут в новый дом. У нас от улицы молодых семей. Нам помогают в строительстве. Также в этом году планируется провести газ, воду. Все коммуникации здесь есть. Школа есть, садик есть. Жить нам очень здесь нравится. В селе есть хороший детский сад. Дом фольклора. Сейчас восстанавливается церковь Успения Пресвятой Богородицы. Работает школа, которая, кстати, по оснащенности нисколько не отстает от городских. У нас имеются интерактивные доски, автоматизированы все рабочие места педагогов, копировально-множительная техника в достаточном количестве, и обучающиеся имеют все возможности для обучения и подготовки к государственной итоговой аттестации. Уровень образования в школе можно оценить по успехам учащихся и выпускников, нынешних студентов самых известных вузов страны. Но все же сельские школы, они особенные. В них какая-то особая энергетика, тепла, уюта. Все как одно целое. Ребята в нашей школе участвуют в различных конкурсах, соревнованиях, занимают призовые места. Также в нашей школе работает 7 филиалов дополнительного образования, где ребята могут осуществить свои планы. В нашей школе есть музыкальная школа и художественная школа. Жизнь в селе, конечно, изменилась. И в этом заслуга самих сельчан. Кому на селе жить хорошо, да тому, кто хочет и любит трудиться. Для того, чтобы помочь селу развиваться, совершенно необязательно работать в местном сельхозпредприятии или в сельской администрации. Нужно просто желание. Герой нашего следующего сюжета приехал в село Семьяны Воротынского района 35 лет назад. Сегодня это село стало для него родным. А для местных жителей он стал коренным семьянцем. Священник Евгений Арапов служит в Михайло-Архангельском храме села Семьяны уже 35 лет. К нему на службу идут прихожане не только со всех соседних сел и деревень, но и из соседних районов и даже из областного центра, до которого ни много ни мало 150 километров. Как говорит сам отец Евгений, я сопровождаю прихожан от рождения до смерти. Покрестить, обвенчать, осветить или отпеть – все это на его плечах. С ним можно поговорить. Мы говорим на отвлеченные темы. Бывает, вот встретишься и поговоришь. Просто как человек. Мне кажется, даже в некоторой степени похож он с психологом. Действует хорошо. У нас батюшка прихожан всех до одного чувствует, потому что на исповедь, когда расскажешь его, и, как говорится, и горе, и радость, и несчастье, и получается. Эти мужские слезы, пожалуй, лучше любых слов показывают отношение прихожан к своему духовному наставнику. Просто душу с вами изливает слезы. Один интересный факт из жизни отца Евгения. 35 лет назад, когда его назначили священником в этот храм, первым, с кем он познакомился, был порторг местного колхоза Владимир Авдеев. И с тех пор и по сей день они лучшие друзья. Где бы ни работали, мы же люди. Мы друг с другом семьями дружились. И сами как-то у нас духовно общие взгляды на жизнь. И мы для села старались. Когда у нас есть такие крупные мероприятия, батя все время в первых рядах. А торжественные мероприятия без него мы не проводим практически. Все это для человека. Для пользы человека. Как мы делаем, то есть работаем с душой, а так сделаем. Это одно и то же. То есть, чтобы люди жили лучше. Лучше жили. Чтобы счастливо жили. В мире и в согласии. Самое главное, вот это идет. Сегодня в Михайло-Архангельском храме села Семьяны особая служба. Проводят ее епископ Лысковский и Лукояновский Силуан. Он привез благую весть для настоятеля этого храма. Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла протеерей Евгений Арапов награжден правом ношения митры. Митра, полученная отцом Евгением Араповым, это для священнослужителя патриаршая награда, высокая патриаршая награда. Но действительно, отец Евгений достоин такой награды. Он давно здесь служит, усердно служит, является таким примерным священником. Народ его знает. Отец Евгений создал воскресную школу, занимается с детьми. Мы надеемся, что новые поколения христиан в усердии ослабевать не будут. Батюшка Евгений – бессменный участник всех сельских мероприятий. 9 мая он вместе с руководителем сельхозпредприятия, который уважительно называет отца Евгения «батей», традиционно возглавляет колонну односельчан в бессмертном полку. Сейчас мы прервемся на короткий блок рекламы, после чего продолжим рассказ о селе и его обитателях. В конце мая в Сергачевском районе было открыто новое сельскохозяйственное предприятие не совсем обычного для Нижегородской области профиля. В этом хозяйстве будут выращивать ягоды – ежевику, голубику, землянику, малину. Сейчас в новом сельхозпредприятии уже вовсю кипит работа. Земляника садовая, высаженная руками губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева на сергоической земле в день закладки ягодного сада уже радует зелеными листочками. Компанией «Рассвет» в Италии был закуплен 1 миллион рассада земляники разных сортов. За один день в приготовленные лунки высаживается примерно 100 тысяч саженцев. На поле работает около 100 человек. Из них 30 – работники сельхозпредприятия, а большая часть – ученики и студенты. С 1 июня на паях трудятся студенты Работкинского аграрного колледжа. Юношам и девушкам приходится каждый день три часа тратить на дорогу, но весомый стимул – заработная плата. Юлия Спиридоновая и Настя Фраш говорят, первые дни было тяжело, а сейчас привыкли. Рабочая одежда своя, а вот перчатки и инструментом обеспечивает компания. «Перчатки выдают и вот этот инструмент. Для чего? Чтобы вглубь корни уводить, садить. Также нам показывали, как правильно сажать, потому что саженцы из Италии, чтобы было аккуратно, чтобы корень был ровно. Как отозвались на предложение поработать? Сначала не с великой радостью, а сейчас уже деньги платят за практику». Студентам уже 18 лет, поэтому они трудятся полный рабочий день. Свою лепту вносят и сергалические школьники в рамках трехстороннего договора, заключенного компанией «Рассвет», Центром занятости населения и образовательными учреждениями. Ребята из лагерей труда и отдыха городских школ номер 2 и 5 к работе приступают позже часов в 10. Их трудовой день длится 4 часа. После переклички, прихватив инструмент и ящики с рассада, дети направляются к отведенному участку. «Поле работать безумно интересно. Мы с ребятами и песни поем, и стихи, и веселимся, можно сказать. Конечно же, раньше ягоды садили, но мы делали лунки, таскали навоз. А здесь совершенно новые технологии. Это безумно просто и интересно. Нам заплатят деньги, нам платят 500 рублей в день». Профессиональных навыков высадка рассады ягод в грунт не требует, но дело это очень трудоемкое. Итог двух недель – 7 гектаров земляники. Это половина от плановой цифры. А еще предстоит высадить саженцы, малины и голубики. Поэтому рабочие руки очень нужны. «Очень много ручного труда на самом деле. К сожалению, жители Сергача не очень активно откликнулись на нашу просьбу. Мы объявления и в газеты давали, везде, и в интернет. Но, тем не менее, народ постепенно подходит, подходит, узнает. Плюс нам помогает Работкинский колледж достаточно сильный, то есть хорошие ребята-студенты. Плюс две школы Сергача выделили школьников, которые также у нас трудятся. И, насколько я понимаю, тоже довольны. А мы довольны ими». Параллельно готовится почва и гряды под другие ягодные культуры. Так, голубика дает хороший урожай только на кислых почвах. Для нее в траншеи закладывается торф. Пополняется и парк техники. «Мы часть закупили, часть берем в лизинг, часть импортной техники, часть отечественного производства и нижегородского производства. Техника у нас что? Два трактора, грядообразователи, траншеи-копатели. Ну, это импортная иностранная техника, которая в России, к сожалению, пока не выпускается. Из Нижегородского это у нас машина с манипулятором, два рефрижератора на базе «Газель». Из-за погоды в мае пришлось передвинуть сроки закладки ягодного сада. Дожди корректируют график посадки и сейчас. Но при современных технологиях, по словам специалистов, это не критично. Уже заключены договоры на поставку ягод в сетевые магазины региона. Подход к делу у компании серьезный. Сортоиспытанием новых овощных культур занимается фермер из Сергачевского района Вера Булкина. Одной только капуста у нее в испытании более 70 сортов. А еще чеснок, перец, томаты. О хозяйстве фермера Веры Булкиной расскажет Мария Сорокина. Крестьянско-фермерское хозяйство Веры Николаевны Булкиной – это 20 гектаров земли. Часть выделена под капусту. Пока высушена рассада только ранних сортов. А всего по среднему поздним и поздним будет 70 номинований этой овощной культуры. Жительница села Богородского не просто проводит испытания сортов и гибридов. К ведению своего хозяйства она подходит с научной точки зрения. В этом году приобрела систему капельного полива. В планах и бурение собственной скважины. Новая культура для Веры Николаевны – чеснок. Осенью на площади в полгектара она посадила сада богатырь и кавалер. Последняя отличает отсутствие остроты и запаха. Еще полтора гектара занято под чесночными бульбочками. Чеснок перезимовал очень хорошо. Корневая система замечательная. Болезней никаких на нем и вредителей нет. А то, что немножко кончики пожелтевшие – это вот были весенние заморозки. Но, в принципе, он восстановится. В России практически никто не занимается выращиванием чеснока. И, в общем-то, себестоимость не очень дорогая. Но цена чеснока самого очень дорогая. И вот уже практически на весь чеснок, что мы в этом году выращиваем, у нас заключен договор. Весь мы его реализуем. Куда будете отправлять? В Нижний Новгород. Булкина уже посеяли морковь, редис, столовую свеклу, лук, чернушку. А на днях, как только потеплеет, сразу в открытый грунт посеют огурцы и посадят картофель уже испытанных сортов – моделина и гала. В этом году, кроме овощей, картофель на участке впервые посеяли и однолетние травы. В этом году первый раз мы посеяли однолетние травы клеверосторопной. Мы посеяли его, он идет, как вначале будем использовать на корм скоту, а потом пойдет, как зеленое удобрение. Хорош он тем, что он тоже экологически чистая трава и формирует азотобактер, как клубеньковые бактерии. Фермеры вносят только органические удобрения и сами готовят землю под рассаду, используя навоз, торф, доломитовую муку. Булкины в этом году приобрели и две новых теплицы. Теперь их в крестьянско-фермерском хозяйстве пять. Основные культуры в закрытом грунте – перец сладкий, 8 сортов, и томаты – 19 сортов. Среди них и низкорослые. В этом году мы первый раз испытываем новые сорта низкорослых томатов, пока они у нас идут под номерами. Они интересны тем, что они устойчивы к фитофторе, их высаживают в открытый грунт и практически они плодоносят до самых морозов. Недавно Булкины возвели двор для домашних животных. В планах и строительство овощехранилища. В большом хозяйстве есть кролики, две коровы, свиноматка. От нее в конце мая ожидается уже четвертый приплод. Урожай овощей ожидается хороший. Как правило, новые сорта гибриды, которые Вера Николаевна берет на испытание, радуют результатом. Единственная проблема – с реализацией. Булкины открыты к сотрудничеству и ждут всех, кто заинтересован в экологически чистой продукции. Что будет, если смешать капусту, рис, морковь и мясо? Получится каша по-мордовски. Старинный рецепт мордовской каши в нашей программе. Щида каша – пища наша. Это пословица уместна не только для русского народа, но и для наших ближайших соседей села Акузова – Мордвы. Нам вместе в наследство от предков досталось национальное блюдо – каша. Но если мы привыкли готовить это блюдо из крупы, то здесь оно готовится из квашеной капусты. А раскроет все секреты приготовления этой каши Раиса Григорьевна. Сперва капусту квашеную, после мяса, рис и морковь. Можно еще чего добавить. Вот так и получается каша наша. Ну, давайте лучше посмотрим, как это готовится. Да, давайте посмотрим. Национальное блюдо уже несколько столетий передается из поколения в поколение. От мамы к дочери, от бабушки к внучке. Раиса Григорьевна приготовление капусты каши научила и дочерей, и невесток. В первый раз учеников до готовки не допускают, поэтому мы стоим в стороне и, как говорится, мотаем на ус. Это сейчас Раиса Григорьевна готовит национальное блюдо легко и по памяти. А первый раз, вспоминает хозяйка, ее блин получился комом. Первый раз не удалось, потому что молодая была, а после уж научился. А что не получилось у вас первый раз? Тут получился, но не так, как старые бабушки делали. А теперь молодые, что больше бабушек знают. И хотя ингредиентов в этом блюде и без капусты немало, именно этот многослойный овощ лег в основу название блюда капстынкаша, что в переводе обозначает каша из капусты. И словно по аналогии с этим овощем, само блюдо готовится тоже слоями. Теперь кладем мясо вниз. Вот так. А после слой капусты. Капусту мы отжимаем, чтобы сока не было, да? Да. Мы кладем все это слоями. Слоями, да. А после рис. А после морковь. Слой. Вот так. Теперь обратно мясо будем класть. Сколько слоев у нас должно получиться? Да не знаем мы. Сколько получится, а столько получим. Капстынкаша – блюдо не повседневное, а праздничное. Подают его на свадьбах, на проводах в армию и просто, когда встречают гостей. Раиса Григорьевна – бабушка богатая. У нее пятеро детей, тринадцать внуков и трое правнуков. И когда они приезжают, блюдо с нескольковековой историей у жителей 21 века расходится на ура. Ух, ну как же. Ой, первое блюдо. Ой, знаешь, как любят. Не успеваешь. Блюдо у нас готово. Готово. Теперь мы с вами что делаем? Печку топить надо. Русскую кашу маслом не испортишь. А вот в мордовское блюдо масла не добавляют ни ложечки. Чтобы каша не получилась сухой, в него наливают воды. Печка топится, каша варится. Вкуснятина будем. Сварится. Вот так. Мы ее встанем встанем, огонь, да, вот с краешки? А вот с краешки, да. После уж как сядут, то можно будем ждать два часа. В начале варки, когда огонь еще пылает, кашу ставят в печь сбоку. И лишь после появления угольков чугунок продвигают в самую глубь очага, из которого начинает доноситься вкусный запах. Очень жаль, что камера не придает этого манящего аромата, от которого даже сытый желудок начинает вручать. По прошествии двух часов проверяем готовность каши. Каша готовая. Сейчас вытащим, посмотрим, поедим. Теперь я на стол. Каша готова. Вкусная. Ну вот, каша на столе. Теперь можно встречать и подчивать гостей. Добро пожаловать. Пришло время нашей постоянной рубрики «Клуб». Слушаем хорошую песню и, по возможности, подпеваем. А вот она и заиграла на 25, на 25. А вот она и загуляла, наша шаечка опять. А наша маленькая шаечка гуляй, 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 гуляй. А нашу маленькую шаечку никто не затевает. А мы с товарищем вдвоем, а загуляем, запоем. Все пути и дорожки знают. Завлечем, завлечем, помаемся, потом своим отправимся. А по деревнюшке прогрянем. А 64-й раз, 64-й раз. И все, потом, из-за вас. Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Следующая программа «Земля и люди» будет полностью посвящена главному агропромышленному форуму региона, выставке «Агрофест-НН». Все самое интересное, что было на выставке через неделю в программе «Земля и люди». Увидимся. Всего вам доброго.